Ешуа плакала об Иерусалиме, что означает «оставляется дом ваш пуст, докуда не возникнет ей благословенно грядущий во имя Господне». Ешуа подходит, видит цветущий, процветающий, красивый храм, очень хорошо отстроенный Иродом, Ирод торжественно, так красиво его отстроил, очень много внешней красоты, но дело в том, что сам по себе второй храм, у него есть определенные особенности. Изначально считается, что во втором храме не было божественного присутствия, не было шейхин. С момента, если мы видим Танах, заканчивается книгами Хагая и Захария. И мудрецы, возвратившиеся из Вавилона люди, которые развивали идею иудаизма в период второго храма после пророка Хагая и Захария, они, собственно, постановили, что все, пророков больше не будет, Духа Святого больше не будет действовать в народе Израиля, будет Бат-Коли, некоторые откровения такие с небес, но и к ним мы будем осторожно относиться. Тура вся дана, мы располагаем мудростью, у нас вот все есть, мы все действуем, у нас вот такой вот автоматически налаженный механизм. Он грандиозный, но он пустой. Были люди, скажем так, не покорившиеся. Были люди, которые сказали, а я не согласен, я, Баба-Яга против, они писали книги юбилеев, они написали целую литературу книг Йенаха с небесными путешествиями, но, с другой стороны, они получали какие-то откровения, которые проверить трудно, понять трудно. Писали какие-то непонятные книги, но сам по себе храм, как такое молчаливое место жертвоприношения, был пустой, и для того, чтобы дом этот наполнился шхиной, достаточно было ее позвать, шхину Машеха. То есть, вот тут-то можно было бы сказать благословен, то есть, пока вы не признаетесь, что вы дождаетесь в шхине, вы украшаете свой храм, он замечательный, и жертвоприношение – это заповедь. Но нету у этого вот внутренней глубины духовной составляющей, поэтому дом, он полон людей, он полон золота, он полон жертвоприношений, и те, кто приносит жертвоприношение, например, вдова, и что ее хвалят, то не говорят, что она туда вкладывает. Он смотрит на то, что люди, дающие, понимают, что это дают на дом Господень. Он возмущается торговлю в Доме Господнем, если это было чуждое ему сооружение, то он бы и не возмущался. Но ему жалко, что дом-то пустой, дом-то пустой, и пророков люди не хотят принимать, и Машеха не хотят принимать. И это сейчас очень печально. Субтитры создавал DimaTorzok